Здравствуйте, с вами Саммит Алиев. Когда-то многое началось с так называемого пивного путча, по результатам которого один гражданин попал в тюрьму. А в тюрьме он написал книжку «Mein Kampf». Простую, незатейливую, но очень откровенную. По большому счету там было всего три тезиса. Первый – ненавижу евреев. Второй – приду к власти любой ценой. Третий – всех запомнил и поставлю к стенке при первом же удобном случае. В общем, честно предупредил окружающих. Все пункты программы выполнил с немецкой точностью и даже педантизмом, но переусердствовал, достал окружающих, достал настолько, что человечка пришлось облить бензином. Ну, другим наука. Не беспредельничай, а то станешь обугленной пушкой. Правда, до того, как на него накинулись всем миром, скотина накуралетила более чем на 50 миллионов человеческих жизней. Наши соседи тоже писали книжки с похожей программой, например, «Турки и мы» Шагана Натали. Балаяновский очаг. В общем, там есть что вспомнить, и мы эти произведения внимательно прочитали. Все написанное поняли правильно. Правда, понимание должно было прийти к нам чуть раньше, хотя бы в конце 80-х, но все случается в свое время. Нас подвела доверчивость и гуманность. Мы же столько лет жили в мире. И эти столько лет обернулись погромами, изгнанием тюрков и курдов из Армении и другими примерами этнических чисток и геноцидом в ходжалы. Причем, знаете, соседи рискуют пойти той же самой дорогой до самого того же конца, до тушки, облитой бензином. Лично я в миролюбие соседушек верю не очень, несмотря на все вторичные половые признаки этого миролюбия. Это мне больше напоминает мимикрию. Знаете, из серии «Ничего, вот отлежимся, отдышимся, маленько придем в себя, а там Индия и Франция нам оружие подбросят. Вот мы и устроим, как в прошлый раз». Это что, вам исключительно в целях обороны? Кислое оправдание. Ну да ладно. Раз так, то и у нас все исключительно в оборонительных целях. Кстати, в свете последних событий, а именно поставок французского оружия в Армению, нужно делать правильные выводы и удвоить усилия по укреплению армии. Но есть и хорошая новость. Дело в том, что те бастионы, которые поступили на вооружение Армении, первоначально в октябре 2022 года планировались к поставкам украинской армии. Но украинские военные отказались, посчитав, что эти бастионы недостаточно защищены от артиллерийского огня и противотанковых ракет. Даром, что весят машинки 12,5 тонн. Об этом сообщила газета «Ля Трибун». В принципе, достаточно подробный разбор бронемобилей подобного класса, а также классом выше, например, тоже французские VAB МК-3, сделали мои коллеги в своей замечательной передаче «Эволюция оружия». Настоятельно рекомендую к просмотру, не пожалеете. Ну а теперь информация к размышлению. Главный по дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета по иностранным делам с участием глав МИД стран ЕС сделал очень интересное заявление. По его словам, будет изучена возможность оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира. Ну это просто блестящий образец. Новояза, все по Оруэлу, не убавить, не прибавить. Вслушайтесь еще раз. Военная помощь будет оказана в рамках Европейского фонда мира. Вот таким вещам и надо учиться, перенимая передовой опыт, а потому давайте попробуем вместе. Гуманитарная бомбардировка это уже было, но и это нужно запомнить. У меня есть прекрасная идея в духе того же Новояза. Планируется продолжение широкомасштабной кампании по избавлению от сельскохозяйственных вредителей. Часть вооружения Министерства обороны Азербайджана наряду с личным составом можно перевести на баланс Министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологическое управление. Ну и Министерство сельского хозяйства соответственно. Для защиты, так сказать, наших сельскохозяйственных угодий. То есть мы не только за мир и всякие фонды, мы еще и за самые передовые методы ведения сельского хозяйства. Жирная мысль, ее нужно додумать и посоветоваться с товарищами. Прекрасная же идея, ну как насчет санэпидемстанций, так и насчет борьбы с вредителями сельского хозяйства, не находите? Ну вот и я так думаю. В рамках того же самого фонда мира. Кроме того, считаю своим долгом отметить, что все на свете все еще на своих местах, а именно солнце всходит на востоке, физических законов никто не отменял, а газ все равно нужнее, чем армяне. Так что пусть выбирают фонды мира или заполненные газохранилища. А то мало ли. Армия, ее комплектация, оснащение, равно как и приемы ведения боевых действий, все это обусловлено конфигурацией границ, количеством и качеством потенциальных противников, рельефом, климатом и далее по списку. А потенциальный противник – это прежде всего сосед. Причем не удивляйтесь, это любой сосед. На этом строится любая армия любой страны мира. Хотим мы того или нет, потому что именно так устроен мир. Война – это вообще дикая смесь трагедии, амбиций, фарса, гибкости ума, чрезвычайной тупости, хитрости, грязи, ужаса, бесчеловечности. И не удивляйтесь, человечности. Война – это жизнь. И с какой бы иронией высоколобые умники не относились бы к этой фразе Оруэлла, война – это на самом деле мир. Просто понимать эту фразу нужно правильно. Война потребует усилий от каждого, где бы он не находился – дома или на работе. Потому что война никогда не заканчивается. Ну, нам ли червонцев не знать, как говорил Михаил Афанасьевич. Самит Алиев специально для «Калибер АС». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok